Глиняные ноги Колосса Никлас Эгдаль Афар Сварльдин, Швеция 28 апреля 2018 года Будущее, эта история, так называется потрясающая книга русско-американской журналистки Маши Гессин Она прославилась своей острой, как лезвие, критикой двух злейших близнецов нашего времени Владимира Путина и Дональда Трампа В своей книге она описывает Россию, которая на протяжении жизни одного поколения воссоздала Советский Союз Не совсем этого мы ожидали, когда в 1989 году упала Берлинская стена, а в 1991 была похоронена империя зла Тем не менее, если поразмыслить, события развивались довольно логично Россия не была больна из-за своей системы Эта больная система просто-напросто отражала Россию Была иллюзия полагать, что история неумолимо стоит на стороне открытого общества Сегодня мы, напротив, видим, как сама открытость угрожает свободе посредством интернет-революции Как избирательное право угрожает демократии, а рыночная экономика угрожает экологии и социальной сплоченности Парадоксы догоняют нас Один из величайших парадоксов в действительно длительной перспективе Это то, что экономически отсталая Россия представляется политически и культурной сверхсовременной страной Как произошло, что эта страна третьего мира с нефтью и ядерным оружием в качестве единственных инструментов власти смогла так устроиться? Украина, Сирия, Трамп, Брексит, Москва везде приложила свою руку Президента Путина и министр иностранных дел Лаврова так раздувает от тестостерона и диверсионных планов, что они вам выдадут все что угодно Чем больше ложь, чем более довольный у них вид Когда США получают лидера, которые всю информацию черпают с телеканала Fox News Fox News, а у молодежи важнейший источник, это YouTube YouTube, западный мир тут явно догоняет Россию Теперь важно визуальное восприятие, а не истина в сколько-нибудь объективном смысле этого слова Картинка давит слово Будущее, похоже, за ортодоксальностью Как политические театры эта манера непобедима Отсюда наша одержимость этими румяными господами Отсюда истеричная, смешанная со страхом восхищения СМИ, когда критика становится развлечением, а развлечение приносит деньги за рекламу Возможно, нам следовало бы похоронить этот спектакль замалчиванием и больше внимания уделять реальным людям После падения Советского Союза Россия пережила настоящую катастрофу со здоровьем граждан невиданного масштаба Средняя продолжительность жизни упала, спивалось целое поколение Удивительно и символично, что сегодня мы наблюдаем нечто подобное в США Несмотря на высочайшую конъюнктуру, несмотря на формально низкую безработицу и уникальное накопление богатств, средний американец ощущает себя гадко Статистика заставляет ахнуть Каждый третий американец, то есть более 90 миллионов человек, сидит на болеутоляющих опиатах 3% населения, примерно 7 миллионов человек, преследуются судом Третья часть их сидит в тюрьме Средняя продолжительность жизни впервые падает, не в последнюю очередь из-за продовольственной промышленности, которая прививает им просто адские пищевые привычки Пожалуй, самая страшная характеристика состояния нации, это статистика самоубийств За 2016 год 45 тысяч американцев покончили с собой, причем более половины из них, с помощью огнестрельного оружия Массовые расстрелы в школах, может, и доминируют в новостях по теме насилия с применением оружия Но не стоит забывать, что две из трех трагедий с огнестрельным оружием в США связаны с нанесением вреда самому себе Социальная и медицинская реальность больше говорит о том, куда мы движемся, чем опереточные фигуры на мировой сцене И, к сожалению, сейчас вообще все указывает в одном направлении Никлас Эгдаль, писатель и колумнист, ведет ежемесячную колонку в Аферс Верден Субтитры создавал DimaTorzok